Здравствуйте! Сегодня покажу наш очередной объект. Это гостиница площадью примерно 4000 квадратных метров. Имеет 4 верхних уровня и один подземный, в котором находится подвальное помещение. Будет находиться бойлерная. И я подробнее расскажу об этом объекте, как он будет отапливаться и как он будет охлаждаться. Котельная на этом объекте находится на крыше. Наверху также установлены два тепловых насоса, которые будут работать на охлаждение. И я покажу, как устроена система отопления и охлаждения в этом здании. Мы находимся на крыше нашего объекта. За мной находится Краснодарский аэропорт. Видно отсюда диспетчерскую, взлетно-посадочную полосу. А здесь у нас находится котельная. И сейчас мы войдем вовнутрь и я покажу, что там. Это котельная мощностью 450 киловатт. Работает она на газу. Сейчас она еще не достроена. Здесь мы закончили первый этап. Установлено 5 котлов. Каждой мощностью 90 киловатт. И эти котлы объединены вот в такой вот каскадный коллектор. Здесь сзади уже разведен газ. И в дальнейшем тут будет у нас установлена буферная емкость и магистральный коллектор, с которого будет происходить распределение теплоносителя по зданию. В здании у нас 5 контуров. Один контур нагрева бойлерный. Один контур, который будет отапливать два прилегающих здания. И один контур у нас будет использоваться для нагрева притока вентиляции. И два контура это будет обогрев здания. В процессе монтажа этой котельной мы столкнулись с двумя трудностями. Первая заключалась в том, что отделка котельной уже была выполнена. И нам достаточно аккуратно пришлось это все дело монтировать. Котлы мы вывешивали на специальный каркас. Здесь установлены стойки. Вертикальные и горизонтальные. И котлы висят на отдельно стоящем каркасе. Кроме этого были трудности в монтаже дымохода. Каждый канал от каждого котла нужно было выводить. А ремонт уже выполнен. И здесь мы достаточно аккуратно справились с этой задачей. И еще одна трудность, с которой нам пришлось столкнуться. Это то, что эта котельная является комбинированной. Система является комбинированной. Она является и системой обогрева, и в то же время системой охлаждения. И нужно было эту газовую котельную объединить с тепловыми насосами. Которые у нас находятся здесь на крыше. И чтобы объединить котельную с тепловыми насосами, нужно было построить специальный гидромодуль. Который уже в эту котельную не помещался. И для этого пришлось пристраивать отдельное помещение. И сейчас мы пройдем в соседнее помещение, и я покажу гидромодуль. Помещение с гидромодулем у нас находится рядом, за этой дверью. Работы здесь еще не закончены. Но уже можно видеть, что здесь установлены два сдвоенных насоса. Выходят трубопроводы от теплового насоса. И будут уходить трубопроводы в котельную. А эти трубы уже пошли в систему. Здесь у нас установлено два тепловых насоса. Они будут использоваться на охлаждение. И будут являться резервным источником тепла. В случае, если будет что-то с газом. Или его не будет. Или сломаются котлы по какой-то причине. Эти тепловые насосы можно использовать на обогрев. Эта установка у нас имеет тепловую мощность 138 кВт. А эта побольше. Имеет мощность 200 кВт. Трубопроводы от тепловых насосов выходят с задней стороны. И заходят в нашу пристройку. В последующем мы их покрасим. И изолируем. И сейчас мы спустимся с крыши. Я покажу, как организована сама система отопления и охлаждения. Мы спустились на четвертый этаж. И здесь у нас идет общий коридор. И на одну и другую сторону расходится помещение гостиничных номеров. Как здесь организована система? Здесь идет двухтрубная система. Из полипропиленовых труб. И вот выполнена по потолку разводка. Идут магистральные трубопроводы. И в каждое помещение от них ответляются трубы подачи и обратки. Трубы изолированы каучуковой изоляцией. Это обязательно требование. Потому что система будет работать как на обогрев, так и на охлаждение. И если ее надлежащим образом не изолировать, то в процессе работы системы на охлаждение могут на трубах образовываться конденсат. Мы вошли в помещение будущего номера гостиничного. Здесь у нас сверху установлен фан-койл. К нему подходит пара трубопроводов, подающий обратный трубопровод. Установлен фильтр, балансировочный клапан. И от фан-койла отходит дренажная труба. Здесь на стене установлен комнатный регулятор. И в дальнейшем эта вся конструкция вместе с фан-койлом будет скрыта в потолке. Как это работает? В зимнее время через фан-койл циркулирует нагретый теплоноситель. Внутри фан-койла находится вентилятор. Регулятор настраивается на нужную температуру. Включается вентилятор и нагревается воздух. То есть этот фан-койл работает как тепловентилятор. В летнее время через фан-койл циркулирует охлаждённый теплоноситель. И точно так же с помощью регулятора можно выставить ту температуру, которая вам комфортна. И фан-койл будет работать в режиме охлаждения. На нашем канале есть отдельное видео о том, как устроены фан-койлы и как они работают. Вы можете посмотреть. Мы ниже опубликуем ссылку. В больших помещениях устанавливаются фан-койлы большой мощности. Сейчас мы находимся в помещении столовой. И здесь установлены два мощных фан-койла в потолочном исполнении. То есть здесь вы видите, что конструкция больше, теплообменник внутри больше. Соответственно, они могут развивать большую мощность. И точно так же эти фан-койлы подключены к трубопроводам, по которым циркулирует теплоноситель. И вот здесь вот видно, как они идут по потолку. И соединяются с магистральными трубопроводами, которые проложены в коридоре. Вот таким образом это здание будет отапливаться, а в летнее время охлаждаться. Такой способ организации системы достаточно эффективен. Во многих случаях оправдан и является рентабельным. Мы сделаем еще отдельное видео, когда уже здесь закончится отделочная работа. И когда уже система будет функционировать. И я расскажу, как будет решена задача с горячим водоснабжением в этом здании. Это достаточно сложная задача, потому что это немаленькая гостиница с большим количеством отдыхающих. На сегодня все. Следите за нашими видео. У нас на канале будет много интересного. Мы будем рассказывать про большие сложные системы и про бытовые системы в том числе. Всего доброго. До свидания.